Ну что ж, кругом весна, и за моей спиной торговый центр весна. И хотя мы зарекались не ходить по ресторанам, по кафешкам, не показывать их в программе «Дом, милый дом», но проблема-то не в ресторанах и в кафешках, проблема в другом. Того, чего в городе, не хватает. Честно говоря, рестораны и кафешки – это все понятно и хорошо, но, честно говоря, опять же, дороговато. И, допустим, вам захотелось быстро перекусить. Что делать? Мы не Челябинск, мы не Москва и не Екатеринбург. У нас нет Макдональдса, у нас нет пунктов быстрого питания. Но у нас есть пицца «Сергей», где можно очень быстро и вкусно перекусить. И при этом без каких-то особых последствий для собственного здоровья. Теперь, что касается цены. Даже пункты быстрого питания, как-то шаурма, ну, в Екатеринбурге или в Москве, те, кто был, тебя знают. Как-то тот же самый Макдональдс, но, как правило, дешевизной не отличаются. И оставляете вы там на двоих рублей 450. Здесь же мы вдвоем вполне плотно и сытно покушали всего за 220 рублей. И при этом, при этом покушали пиццу, которую я где-то и когда-то ел. Где ел и когда? Это было в Соединенных Штатах Америки в 1997 году. Теперь это есть и у нас. И давайте поговорим о технологии приготовления этой пиццы. И как ее делают здесь. И все-таки, сколько было высказано слов, мягко говоря, недоумения, по поводу отсутствия системы быстрого и качественного питания, не пересказать. С шиком и блеском открывались рестораны и... И простой народ, то есть мы с вами туда не шли. Я лично предпочитаю более разумную трату времени и денег. Но мы сегодня и очень явно стали замечать, что процесс приготовления дома стоит довольно приличных денег. А хроническая нехватка времени – это прямой путь к язве желудка. Пиццу Сергея мы знаем давно. Это, пожалуй, первая серьезная и грамотно поставленная пиццерия в городе. И вместе с ней можно решать вышеозвучные задачи. Так город Магнитогорск до поры до времени был обделен вниманием, ну скажем, фастфуда. И покушать и перекусить было негде. Что сейчас вы предлагаете? Мы предлагаем посетить нашу пиццерию и попробовать нашу пиццу, которую мы готовим на итальянском оборудовании. Что мы можем рекомендовать таким людям, допустим, как я? У меня печеночка побаливает. Ну это и возраст, и, оказывается, специфика профессии. Все-таки это же телевидение. Но перекусив вашу пиццу, я почему-то ничего не почувствовал, никаких болевых ощущений. Это потому, что мы не используем никаких жиров. Все готовится в натуральном виде. Натуральные продукты используются. И готовятся при высокой температуре, где все сохраняется в естественном виде. Давайте поговорим о том, что, наверное, тяжело выживать в атмосфере, когда, ну, все вот поголовно. Кто-то в свое время кинулся делать чебуреки, сейчас почему-то все увлеклись пиццами. Делают итальянскую пиццу. Вы делаете немного другую пиццу, и она мне нравится. Да. У нас итальянское оборудование, но мы не называем себя итальянской пиццей, потому что мы делаем ее по вкусам наших клиентов и заказчиков. Мы говорим, это не итальянская пицца, это наша пицца, Сергейс Пицца. То есть есть свои профессиональные секреты и свои профессиональные рецепты? Да, конечно, которые мы никогда никому не откроем, потому что это только чисто наша такая пицца. Приходите, и вы сами сможете это оценить. А куда можно приходить сейчас? Что за новое место? Сейчас мы открыли свое заведение в новом торговом центре, которое называется «Весна», бывшие огнемагнитки, цокольный этаж, правое крыло. Пожалуйста, посещайте нашу пиццерию. Ну, немаловажный такой вопросик. Дело в том, что Макдональдс, допустим, работает круглые сутки. Если я захотел покушать пиццу в час ночи? Пожалуйста, есть телефон доставки 28 11 28. Вы всегда можете заказать пиццу, и вам привезут ее в горячем виде на дом. Ну, а на правах людей, честь не потерявших и не продавших, заглянем все-таки святая святых. И не озвучивая рецепт и компоненты, скажем, наисвежайшего и высочайшего качества они. Почему? Ну, дома не получалось, у меня такое. Да потому, что пункт первый. Я хоть и гурман, но не специалист. Пункт два. Для хорошего дела нужны профессионалы и профессиональное оборудование. И оно здесь есть. И вывод напрашивается сам собой. Да, удобно. Да, реально вкусно. Да, недорого. Да, душевно. И еще раз, да, профессионально. И вспомнив добрым словом любимую американскую сочную пиццу, скажу. Нашел пиццу с русской душой и ароматным оригинальным вкусом, которую мне доставят в любой момент. Горячую и, разумеется, свежую.